Когда что-то рассказываешь, надо за временем обязательно следить, потому что у нас 3 минуты, лимит максимум, и всё. Это вам не YouTube. Вот бронзовые, значит, таблички, на которых написано, что немецкая рабочая партия тут Новый год. Отмечала и прекрасно время они тут проводили. Вот это на Грамплас. Мы находимся, всем известное место в центре Брюсселя. А вот это под птичкой ресторан, где поломали Россию об колено. То есть вот Ленин, который Ульянов Бланк заседал, здесь Маркс, прочие ребята весёлые и многомыслящие. И вот, собственно, здесь вот все планы строились. Капитал тут выдумывался, который был написан потом, который в советское время всем головы вдалбливали, кто помнит, старенькие. Вот это всё здесь, на Грамплас, в этом ресторане. Ленин лет 15, что ли, жил по Европам, с Крупской на великах, катались по Швейцарии, везде ездили вкусно, ели, хорошо выпивали, отлично время проводили. Совершенно замечательно. А потом вот неожиданно Ленин в Россию заехал и всё изменило. В принципе, сейчас вот люди думают, что делать, как быть, любого, кто пытается там хоть как-то крякнуть на власть, его тут же убивают жестокими способами. Вот человека там недавно одного крутого просто нахер выкинули в водопад где-то в глуши, где вообще никого нет. Заодно и какой-то режиссёр там с ним полетел, который патриотическую хрень всякую снимал, выдумывал. Вот, поэтому вариант только один. Вот ресторан, значит, Грам-Плас, Брюссель. Ресторан этот работает до сих пор. Приезжайте, организуйтесь, заседайте в этом ресторане, придумывайте манифесты, свои способы изменить что-то, свергнуть. Этот режим ужасный, потому что сейчас в России режим, он, в принципе, да и, в принципе, точно совершенно гораздо более, конечно, ужасный, чем царский и любое прочее. Потому что Россия уничтожается прям вот без всякого стеснения. Завозятся совершенно жуткие дикари из жутких мест, продают землю китайцам, узбекам, вот какие-то миллионы гектар. Все распродается нахрен, и все уничтожается, космос, производство любые. То есть все это превращается в такой вариант Сомали очень быстро. Конечно, ни при каких царях такой хрени не было. Это шизофреником надо быть, чтобы, получив в свои руки страну мощную, огромную, с огромными ресурсами, просто за 30 лет в унитаз ее спустить. Поэтому что-то делать надо, и вот вариант в Брюсселе снова организовывать ячейку, думайте.